Ашок Амрита Даас Я встретил преданных в самом начале 70-х. Однажды в Калькутте я увидел, как они играли на Мриданге, а потом стали проповедовать. После этого я задал им несколько вопросов, и они сказали мне, что у них есть центр на Альберт Роуд. В то время я учился в Калькутском университете, и я решил съездить туда. До меня также донеслись слухи, что Шилла Пропада находится в городе. И вечером я приехал увидеться с Шиллой Пропада, и взяв с собой несколько фруктов, поскольку я слышал, что он дает Даршан возле ворот дома Три Хсии на Альберт Роуд. Меня встретил Шяма Сундар Прабу, и он попросил меня подождать минутку. Он пошел спросить у Пропады. Потом он вернулся и спросил меня, не студент ли я. Я сказал, да, я студент Калькутского университета. И он сказал, давай, заходи. Я зашел, и Пропада там был сам, наедине с самим собой, больше никого не было. Я поклонился ему, потому что в Индии это обычай, кланяться перед святым человеком. Я предложил ему купленные бананы, и мы начали говорить. В то время у меня не было никакого представления о величии моего Гурудева. Он был со мной очень открыт. Он сиял, я помню это. Он был сияющим саньяси. И это была моя первая встреча со своим Гурудевом. Мы о многом поговорили, и затем, когда он уже собирался уходить, он взял банан, отрезал от него кусочек и дал мне как просад, который я с большой благодарностью принял. Глубоко внутри у меня было сильное чувство, что он настоящий свами, что очень редко встречается в Индии. После этого была программа в доме одного богатого человека, на которую собралось много преданных перед программой в Пандале. И Пропада заметил меня в толпе людей, и, подняв руку, указал на меня это начало моего путешествия обратно домой. Гурудаз. Программа в Пандале по расписанию должна была уже начаться, но еще велись какие-то работы. В то время в северной Калькутте взрывались бомбы и завязывались перестрелки между наксалитами, коммунистами и другими людьми. У нас были стулья для почетных членов. На всякий случай, если кто-то не захочет садиться на землю, у нас были стулья по одной рупии за каждый. Это стало основанием для недовольства наксалитов. Итак, они выражают свое недовольство, а тем временем там был один джентльмен, которого звали полковник Датта, который посещал храм в Калькутте. Он носил тяжелый шлем, такой очень пестрый африканский головной убор. И он хотел прогнать всех этих наксалитов, но я сказал, нет, это не самый лучший выход. Но он преградил им вход, и они то подходили, то уходили, и было много шума. В то время нам передали записку на сцену, в которой было написано, убирайтесь или умрете. Убирайтесь из Индии, или вам придется умереть. Прабхупада смотрит на нее и говорит, пойдем, надо начинать программу. Он стал петь молитвы из Брама Самхиты. Он сказал мне еще, пойди, скажи им, что если они хотят сесть на стуле по одной рупи, пусть садятся. Просто пригласи их сесть. Я пригласил их сесть, и это рассеяло спор. Прабхупада начал петь молитвы из Брама Самхиты, Чинтамани Пракарасадмасу. Они успокоились, и программа в Пандале началась. Гирирадж с вами. Перед программой в Пандале пришли журналисты, чтобы взять интервью у Шилы Прабхупады. И один из них начал возражать с вызовом. Какой смысл тратить столько денег и усилий на организацию этого Пандала, если эти деньги можно было организовать на лучшие цели, чтобы накормить людей? Шилы Прабхупад ответил, цель этого Пандала состоит в том, чтобы просто дать людям возможность прийти и слушать. Откуда взялся этот Пандал? Я поехал в Америку и просто дал людям возможность слушать. И так, так как они и слушали, теперь они приехали со мной в Индию и устроили здесь этот Пандал. Продолжение следует...